Доброе утро, друзья! Доброе утро, дорогие зрители! Вот и лето пролетело, как всегда, незаметно. Наступила осень. Но сегодня мы будем с вами говорить не о капризах погоды, а о важности сохранения исторической памяти. Сегодня к нам в студию придет очень интересный гость, который как раз и занимается этими вопросами. Ну а кто это, узнаем после прогноза погоды. В Карачаево-Черкесии местами кратковременные дождь и гроза, в отдельных районах сильный, ночью и утром туман. Ветер восточный 5-10 метров в секунду, порывы будут до 14. Температура ночью 12-17, в горах до плюс 11, днем 23-28 градусов тепла, а местами до плюс 20. В южных районах чрезвычайная пожароопасность. В Черкесии кратковременный дождь, днем гроза, ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14-16, а днем 26-28 градусов тепла. Совсем недавно целый ряд населенных пунктов Карачаево-Черкесии отметили свои юбилейные даты. Спарта, Хасаут греческий, Станиса Зеленчукская. В этом году ей вспомнилось 165 лет. 12 июля жители Станицы Зеленчукской отметили двойной праздник. День памяти первоверховных апостолов Петра и Павла и 165 лет со дня образования в Станице. Торжественные мероприятия начались в Божественной Литургии, которую вместе с духовенством собора провел настоятель храма, благочинный Южного округа церкви Карачаево-Черкесии Евгений Субтильный. Разделить радость со станичниками по поводу двойного праздника приехали многочисленные гости. Заместитель атамана Кубанского казачьего войска Сергей Сурма привез подарки и благодарственное письмо от атамана войска Александра Власа. Благодаря усилиям предков казачья станица росла и процветает. Сейчас казаки и местные жители продолжают трудиться на благо малой родины, свято хранят ее историю. Станица Зеленчукская славится своим трудолюбием, талантами и гостеприимством. Молодое поколение продолжает родиться в наших предках, сохраняя уважение к представителям людей другой веры и национальности, говорили выступающие. И это действительно так. За примерами далеко ходить не надо. Вот они рядом. Здесь, в этой станице, живут многонациональные станицы. Живут здесь и русские, казаки, и карачаевцы, и другие национальности. И мы всегда, и как и прежде, пришли сегодня, поздравить наших земляков с этим большим праздником, 165-летием станицы Зеленчукской. После окончания литургии присутствующих в храме пригласили на праздничный обед, который приготовили для гостей местные хозяюшки. Наваристый борщ, золотистая курочка, рыба, пирожки с ротнообразной начинкой никого не оставили равнодушным. От обедов станичники переместились в центр Зеленчукской. Здесь на стадионе проходили спортивные соревнования. Юные жители станицы мерялись силами в беге, перетягивании каната, а также в конкурсе «Самый сильный станичник». Первый подход и первый личный рекорд. Сегодняшний свой рекорд я посвящаю дню станицы Зеленчукской. А до этого сколько раз вы? 22 раза. А сегодня? 27. В перетягивании каната самой сильной оказалась команда девчонок. Как ни старались мальчишки, а победа из их рук ускользнула. Вне зависимости от результатов, все участники состей зданий получили призы и почетные граммы. В честь 165-летия образования нашей станицы мы подготовили спортивные мероприятия по легкой атлетике, перетягивание каната, также поднятие гири 24 килограмма. Думаю, что все ребята участвуют с большим интересом, всегда ждут этот праздник. Он проходит у нас масштабно, молодежь довольна. Далее торжества переместились на центральную площадь Зеленчукской, где проходил фестиваль красок, работали всевозможные аттракционы. Сегодня все бесплатно, потому что нашей станице, станице Зеленчукской, 165 лет. И мы организовали данный праздник для наших детей, родителей, данной станице. И еще день Петра и Павла. Завершились праздничные мероприятия в честь Дня в станице Зеленчукской масштабной концертной программой, в которой приняли участие творческие коллективы района и государственный казачий ансамбль «Песни и танцы Ставрополья». День рождения у станицы Зеленчукской действительно получился замечательным, ярким и интересным. И сегодня в нашей студии интересный гость, которому обещала в начале программы. Я с удовольствием представляю, это Валентина Петровна Зайцева, житель станицы Зеленчукской, которая как раз и занимается сохранением исторической памяти. Валентина Петровна приехала к нам не с пустыми руками, а со своей книгой, которая только-только вышла в свет. Да, Валентина Петровна? Вот я вижу 165 лет станицы Зеленчукской. Валентина Петровна, вот у вас выходила еще одна книга, не так давно, да, 150 лет, теперь 165 лет. Скажите, пожалуйста, вы преподаватель иностранных языков, немножко давайте издалека зайдем, окончили Пятигорский институт. Государственный педагогический институт иностранных языков. Да, сейчас он лингвистический университет называется. И вот вы преподаватель, который всю жизнь в школе, и вдруг две книги. С чего началось, и что вас подтолкнуло взяться за написание их? Все началось с того, что ученики начинают спрашивать какие-то исторические моменты по станице Зеленчукской, поскольку я уроженка постарше и могу знать какие-то факты. Отвечая на их вопросы, что-то я знала, а чего-то не знала. Поэтому начала собирать какие-то интересные новые факты, уточнять их в архивах и достойно, в общем-то, отвечать на вопросы школьников. Это, в общем, хорошо, когда дети интересуются местом, где они проживают. Каким-то образом я написала в газету какую-то статью под именем Собкор. С тех пор я стала регулярно приносить какие-то сообщения и была приглашена на работу по совместительству, конечно. Писала статьи, знакомилась с новыми людьми, доставала какие-то редкие, какие-то, в общем, незнакомые факты для жителей станицы Зеленчукской, о жителях станицы Зеленчукской. Возникали какие-то диалоги, когда я приходила к ним в гости, чтобы описать то или другое событие, отправлялась в архив станицы Зеленчукской. Если там недоставало какой-то информации, он тогда был скуден, потому что был пожар, и в этом пожаре сгорели все документы. Я письменно обращалась в Краснодарский архив. Моисель, которая зародилась во мне, оставить все эти материалы собранные, потому что они достоверные, архивные, в общем, содержательные. Я их подумала, что нужно оставить в памяти своих учеников, в памяти жителей станицы Зеленчукской, потому что все эти статьи были о них и для них. И это у меня получилось. Собрала, научилась пользоваться компьютером и собрала эти материалы воедино. Сверстала какие-то страницы книги. Сами верстали вы? Да, сама верстала, собрала, подтверждала каждое фото описанием. Это была моя первая книга «150 лет станицы Зеленчукской». Писала я ее в основном ночами, потому что моя семья, муж и мама не разрешали мне писать какие-то факты из истории моего рода, а я из очень многочисленного рода Коваленко, затем Оксаненко, моя девичья фамилия Оксаненко. Ну, говорят, благородных кровей казачьего рода. А чего же они тогда не разрешали? Не разрешали. Ну, как ты пишешь о нас? Не надо, не надо. Не разрешали писать о нас. Я тайком поставила в «150 лет станице Зеленчукской» фотографию мужа, который был, в общем-то, чемпионом Ставропольского края по легкой атлетике. И уговорила маму, когда она была в церкви в 2007 году. И вот в этой первой книге вы постарались рассказать все, что вы узнали из своих вот статей, то, что вы обнаружили, да, про людей, то, что вы работали в архивах. Благодаря мэру станицы Зеленчукской, главе администрации Зеленчукского поселения, величка Павла Дмитриевичу, который оформил заказ на то, чтобы отпечатать эту книгу, о которой я, в общем-то, ему рассказала и предложила к юбилею станицы Зеленчукской «150 лет» в качестве символа какого-то оставить в истории все, что мне удалось собрать от первого поселенца в 1859 года до июля 2009 года. Первая школа в станице Зеленчукской была образована, была построена в 1901 году. Там в ней обучались 52 мальчика и 26 девочек. Здание школы сохранилось. Оно выглядит вот так, и на страничке книги, на страничке номер 12 книги, оно есть. Здесь же я нашла фотографию первого директора с его аннотацией. Учитель, заведующий Бибердовским первым классным нормальным училищем Кубанской области. Ведь тогда Зеленчукская территориально принадлежала Кубанской области. Поэтому и архив именно города Краснодара я использовала для того, чтобы получить какие-то новые моменты. И вот оттуда я получила и эту фотографию 1915 года, 30 мая. Вот еще интересные факты из жизни нашей станицы. Нашлась фотография, на которой запечатлены солдаты, жители станицы Зеленчукской, казаки, которые отправлялись на войну Великую Отечественную в 1941 году. Которые потом попали и в полк даваторцев. Найдены фамилии этих людей, которые запечатлены на фотографии. Вы нашли. Да, я нашла этих. Значит, каким образом? Я брала фотографию и шла к людям, которые уже пожилого возраста и которые помнили войну. Что-то назвала моя бабушка, что-то назвала моя мама, что-то назвала соседка. То есть люди, которые жили в то время и помнили все эти моменты. Например, Зайцева Нина Петровна рассказала о том, как ее ранили на улице немецкие солдаты. Потом они ее лечили и даже извинялись. Вот этот факт был. У нее даже остался след от этой операции. А вот здесь на фотографии это Лысенко Федор Дмитриевич, Сливная Екатерина. Вышла ваша первая книга. И вот спустя 15 лет вышла вторая. Что в этой книге есть такого уникального, чего не было в первой книге? Что вы добавили сюда? Мне люди теперь сообщали какие-то факты, которых не было в предыдущей книге. Это, например, Валерий Лосев, который предоставил документы. Например, перечень, список, 32-я страничка сейчас. Нет, значит, список безвинно погибших казаков в 1920 году. Это список. Я часть из него опубликовала. Он же дал, значит, сведения о расстрелянных евреях, которых расстреляли. И еще была свидетельница живая, Плетнева Татьяна Федоровна. Значит, и вот эти фотографии, например, крестного хода к Марокскому перевалу. Это тоже, в общем, уникальные фотографии. Это фотографии какого года? Фотографии это 1930 года. Мне удалось найти сведения об очень интересной биографии. Например, семья Столяровой Галины Михайловны любезно позволила ее переснять и для этой летописи о станице Зеленчукской оставить на страничке. Ее предок Мефодий Дусенко был на службе у самого царя-батюшки Николая II в Петербурге с 1895 года. Затем он жил в станице Зеленчукской. И отдельно во втором разделе моей книги о судьбах станичников интересные факты она рассказывала и о своих родственниках, которые освящены здесь. Не только эта фамилия здесь звучит, здесь описаны и род Ляшенко, род Коваленко, род Величко и так далее. Здесь нашли отражение на страницах этой книги участники СВО. Вот я видела там фотографии, группы, сухие супы, которые делают. Понятно, что это все, что было нового в жизни станицы, это все нашло. Но вот видите, вы как оперативно поработали, что здесь и участники СВО, и их мамы, группа, которую знает вся республика, которая делает сухие супы из станицы Зеленчукской. И вы все это вложили в новую книгу. Да, на страничках 157-158 есть фотографии тех женщин, чьи сыновья служат в СВО. А они готовят борщи, именно сухие борщи, значит, и отправляют туда с теми ребятами, которые приходят в отпуск. Они забирают эти упаковки и довозят своим товарищам на СВО. Я думаю, что эти женщины вполне достойны того, чтобы увековечить их на страницах этой книги. Да, я тоже так решила, и поэтому эта страничка есть. Здесь добавлены еще такие очень интересные моменты, о которых никто не знает. Например, наша глава администрации Зеленчукского поселения Ольга Владимировна Хомякова была приглашена по программе «Здоровый муниципалитет» в Москву на празднование и конференцию по вопросам «Год семьи». Ведь Владимир Владимирович Путин объявил этот год 24-й годом семьи. И она, как молодой руководитель, и выходец из очень образованной многодетной семьи. Она младшая дочь в семье Хомяковых с очень богатой историей, которая описана здесь. Значит, встречалась с Виннер, фотографии есть. И вот я об этом написала на страничке своей книги и даже с демонстрацией фотографий, которые она мне предоставила любезно. Тут есть и рабочие моменты администрации Зеленчукского района. И сразу скажу, что книга «165 лет станицы Зеленчукской» как раз-таки и была издана по заказу главы администрации Хомяковой Ольги Владимировны. Валентина Петровна, да вашим книгам цены нет. Вы собрали такие интересные, уникальные данные. Душа поет? Конечно. Вы довольны? Да столько времени, по ночам работали. Я представляю, сколько сил. Тут пока сценарий напишешь, да? Сколько сил уходит времени на это. А у вас целая книга, причем все документально подтверждено, архивные данные. И вот скажите, мы знаем, что глава нашего государства, президент России Владимир Владимирович Путин неоднократно говорил, что обязательно дети должны знать историю своего края, там, где они живут. Надо преподавать их в школе, обязательно изучать краеведение, да уроки краеведения, и сделать их обязательно в школе. Скажите, пожалуйста, вот вышла книга, в администрации Зеленчукского района об этом знают, раз они книги заказывали у вас. Не поступало ли к вам предложение, например, от отдела образования, взять эти книги и использовать их на уроках истории? Они берутся, задания даются детям. Дети идут в библиотеку, в которой находится моя книга «150 лет в станице Зеленчукской». Да, конечно, очень хорошая мысль, если бы мою книгу превратить в учебник истории по станице Зеленчукской, даже больше, Зеленчукского района, потому что там и по району самые главные достопримечательности упомянуты. Значит, что факты в этой книге достоверные, я отвечаю. Было бы очень хорошо, если бы изучать станицу Зеленчукскую, жизнь людей в станице Зеленчукской, можно было из учебника и из моей книги сделать учебник местного значения истории станицы Зеленчукской. Ну, это верх мечтаний. Спасибо большое за такой поднятый вопрос. Но, наверное, это не компетенция районной администрации. Наверное, этим должен заинтересоваться более высокий орган, который... Министерство образования. Да, наверняка в министерство образования, если вы... Нет, все, не надо это лишнее. Ну что ж, будем надеяться, что в министерство образования ваше пожелание услышали, работу вашу по достоинству оценят, и ваша мечта сбудется, и школьники Зеленчукского района будут изучать историю родной страницы, родного района с помощью книг Валентины Петровны Зайцевой. Доживем до этих времен. Спасибо, я очень надеюсь. И я буду продолжать еще, в общем, собирать факты жизни из станицы Зеленчукской к 170-летию, а, возможно, и будет продолжение. Ну что ж, будем с нетерпением ждать новые книги, и обязательно пригласим вас в гости. Так что вам удачи во всех ваших делах, ищите новые факты, собирайте. Всего вам самого доброго. Спасибо вам за вашу работу. Спасибо вам, что пригласили. Я была очень рада. Ну что ж, дорогие друзья, наша программа на этом закончена. Я с вами прощаюсь и желаю вам хорошего настроения и хороших выходных. Всего доброго. До новых встреч в эфире. До новых встреч в эфире.